Кто же в действительности освобождал лагерь Аушвиц? И при чем здесь советская пропаганда? Они считали себя украинцами, даже в советской армии они считали себя украинцами. Как Украина борется с застройщиками исторических мест? Ну, на месте расстрелов построены сейчас 25-этажный дом. И какие места памяти появятся в Бабьем Яре? Будет плавный спуск, и можно будет увидеть Бабий Яр, каким он был в 41-м году. Смотрите телеканал Дом. Смотрите телеканал Дом. В конце сентября национальному историко-мемориальному заповеднику Бабий Яр передали 5000 уникальных экспонатов частной коллекции историка и героя Украины Ильи Левитаса. Собранные сразу после войны весной 46-го года учеником 7-го класса личные вещи погибших являются единственным в мире собранием по-настоящему бесценных предметов для создания будущего мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Когда ты занимаешься это десятилетиями, всю свою жизнь, вот ему в этом году было бы 90 лет в декабре, у тебя уже, по сути, уже готовый музей, потому что у него очень много было литературы дореволюционной, послереволюционной, связанной с темой евреев, ну, то есть, соответственно. У него очень много было показаний очевидцев, да, их родственников после 90-го года. Таким образом он там вел картотеку, где приходили родственники и... Это маленький фотоаппарат тех времен, да? Да, это... И они писали там, кто из их семьи погиб, где он погиб, да, там, вот, допустим, Розаля Борисовна Фарблем, 1888 год рождения, в Киеве, была убита Бабью Меру. Соседка показала, которая ее провожала. Ну, то есть, вот таким образом, поименно, ну, то есть, он устанавливал, кто здесь был погиб. Понятно, что люди брали самое основное, и, конечно, когда ты смотришь эти вещи, то ты понимаешь, что для них это было и словно минора, и это вот мы видим в таком старом, в таком бархатном, как самое святое. Снова же фотоаппараты такие маленькие, ну, и, конечно же, детские игрушки. То есть то, что самое ценное было для людей, понятно, что здесь есть и тора, это пластинки, да, там, ну, с этим всем надо, там, кусок ткани, да, то есть работать для того, чтобы мы выставили технологии через вот эти объекты, да, там. Мы можем понимать, что люди себе брали, но то, что ценное не забрали. 39-летняя Роза Топанова окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко, юрист, исполняющий обязанности генерального директора Член Национального историка мемориального заповедника «Бабий Яр», Член Наблюдательного совета «Ощетбанка», Член Национальной ассоциации адвокатов. В качестве юридического советника в сотрудничестве с ЕБРР сопровождало строительство солнечных и ветряных электростанций в Украине. Занималась юридическим сопровождением украинских и международных кинопроектов. Любит путешествия, собак и историю. Делает все, чтобы трагедии «Бабьего Яра» знал весь мир. Понятно, что за счет того, что рядом жилые комплексы, для многих это парк остается. И люди пока гуляют, они читают ту информацию, которая есть на тех памятниках, определенных инсталляциях, и уже что-то узнают больше. Само место это стало заповедником только с 2010 года, национальным заповедником. Для многих людей это остается парком с определенной какой-то историей. Могут прийти и шашлыки пожарить? К сожалению, это делают. И выпивают после обеда, и устраивают уикенды. Как государство видит в себе это место? Ну, было заказано заповедником Института истории при Академии наук Украины проект нумерализации этого места. И там была проработана большая программа о том, как это место должно развиваться, какие должны быть охранные зоны. Потому что, вот, будем сейчас проходить, мы видим то, что происходит. Такие, знаете, двойные стандарты отношений и действий. Что вы имеете в виду? Ну, на месте расстрелов построено сейчас 25-этажный дом. А это, наверное, самый главный показатель того, как мы относимся к этому. И когда мы говорим, что мы помним и делаем определенное мероприятие на 80-летие, мы не останавливаем то, что не может происходить, то, что останется потом годами. Это место построено на месте расстрелов. Это все уже знают. Там активисты поставили когда-то три креста для того, чтобы остановить стройку. И где-то неделю или две недели назад эти кресты были убраны. Но, с учетом того, что они не являются памятниками, то есть, как бы, наказания за это не будет. Просто мороз по коже. Мороз-то. Но, если вы откроете сайты любого жилого комплекса, Герцен парк, Уна-сити, вместо красок и едности, вместо красок и едности. И в каждом этом жилом комплексе написано, что люди, когда покупают этот комплекс, они будут жить возле парка, урочища Бабий Яр. И пока нет наказания за это, что должна быть правдивая информация, и написано, где люди будут жить, да? И что никогда не может быть выдано разрешение на такое строительство. Вот тогда у нас будет культура. И тогда мы готовы к, знаете, какой-то справедливости. И мы можем сказать, что мы меняемся как нация. То есть мы только в этом году наконец-то, знаете, поменяли информацию, которую указывает метро. Вот сейчас вы, когда выходите на остановки Дорогозыча, вам говорят о том, что выход к национальному заповеднику Бабий Яр. Мы формируем это сознание, правильное сознание. К сожалению, медленно формируем, потому что за это время уже умирают люди, да? И многие люди уже не верят в то, что ты можешь что-то сделать. Сразу уточню, что мы идем по ровной поверхности, хотя это историческое название Бабий Яр. Что здесь произошло? Ну, его просто бульдозерами сравнивали. Потом как бы здесь был парк культуры. Люди играли в футбол, хотя здесь место многих было кладбище. Дальше вот только недавно мы снесли сцену, где, как любой парк культуры, проходились какие-то мероприятия, да? Определенные события отмечались, приезжали культурные коллективы. Ну, вот, в принципе, то, что мы имеем. И для многих это сейчас так и продолжается. То есть мы не хотим сделать с этого места Некрополь, это место не кладбище. Но это место с особенной историей, которую должны здесь уважать и соответствующе себя вести. То есть здесь не должно быть пикников, вот в том, с алкогольными напитками. Естественно, ты приходишь, ты гуляешь с детьми, ты кушаешь, да, там, пьешь воду. Ну, по еврейской традиции на месте именно там расстрелов или захоронений не может быть еды. Но здесь не все были места расстрелов или захоронений. Дальше здесь место для того, чтобы ты обдумал, да, там, благодарил за то, что ты живой. Это вот то светлое, что было в то время. Это люди, которые спасали жизни, рискуя своей жизнью. Рискуя жизнью своих детей, семьи, всем. И таких праздников в Украине очень много. То есть по праздникам народов мира, которых признал Ядвашем, у нас около 2600 с чем-то. Если мы говорим о культуре, это наша обязанность. Это не должно быть строек, да, ну, если это места расстрелов. Это не должно быть работающего тира. Но мы должны это знать и какую-то иметь общую концепцию, чтобы не останавливались и постоянно работали над этим местом и над собой. Это должны быть, естественно, постоянные экскурсии, это должны быть доступные материалы. Где будут гиды воспитываться? Да, мы уже сейчас пишем такую программу, которая заповедник, для того, чтобы она была интересной. И не говорили там, знаете, школьникам, что в 5 или в 5 классе, или в 6 классе это еще рано знать такую трагедию. Но проблема в том, что если это мы не воспитываем с детства, потом это будет поздно. Человек должен сразу понимать, что это было, может, ты не будешь рассказывать все в красках. Когда он понимает, что эти люди рядом жили, на такой-то улице, на Саксаганского, на Глубочицкой, что делала эта семья. И что в какой-то момент она думала, что ее вывезут. Рядом с ней шли ее родные люди, мужья, бабушки, дедушки. И потом, когда они понимают, что этих людей привезли на казнь. Как вы узнали об этом месте? Сколько вам было лет? Ну, я в Киеве с 99-го года. Я сюда приехала учиться. Потом я купила квартиру на Семи Хохловых. Я часто была в этом месте. Меня, кажется, тогда поразили брошенные такие памятники с еврейского кладбища. С Кирилловского я там видела церкви, кресты. Более ухоженное было. Но это место было всегда такое, какое-то, знаете, грязное, небезопасное, без какого-либо освещения. Конечно, за эти 10 лет много чего изменилось. То, что меня радует за этот год, что оно вроде бы незаметное, изменение, но здесь стало чисто и безопасно. И даже вы, когда ночью придете, много людей здесь ходят ночью, смотрят эти инсталляции. Здесь безопасно. И мы постепенно его меняем. Ну, мы брали все-таки какие-то проблемные точки, там, брошенные коллекторы, люки. То, что не делалось. Потому что большая территория, и как парк, ну, никто это не доводил до конца. То есть вот эти аллеи были сделаны на 75-летие, да. Ну, что-то многие привыкли сюда приходить на годовщину, определенные события только по аллеям. Здесь ну, как бы надо быть часто. Для того, чтобы себе задавать вопросы, для того, чтобы думать, что еще сделать, да, и понимать ценность жизни. И что ты можешь много чего изменить. просто проблема в том, что мы всегда что-то ждем. Когда будет построен музей, когда что-то откроется, на это уходит годы. Когда ты смотришь лица людей, которые выжили, да, которые сидели в фаншлагерях. У них нету времени, У них этого нету времени. И Киев, где самая такая большая трагедия, и таких героев же много уже по Украине, и было всегда. Ну, Одесса сделала, Днепропетров сделал, и Киев не имеет действующей экспозиции. Ну, наверное, это вопрос ко всем нам. Берлинский драматический театр, они ставили невероятную пьесу «Реквием Баби Яр», и все актеры после этого просто плакали, мы им дали фотографии погибших Баби Миру. Много там было детей. И, конечно, когда ты смотришь вот цифра 33 771, а потом выходит не цифра, а лица людей, семей. И все потрясены. Но очень интересно, что у них есть фотографии 303-й полицай-группы, которая была в Киеве. ну, и тогда помогала в этих расстрелах. И вот есть архив одного из тех, кто участвовал там в времени. И я увидела эти фотографии вот таких немецких полицаев, которые на велосипедах по улицам Киева, недалеко от Баби Мира, которые получали награды за расстрелы, которые праздновали Новый год с елочками. И нам пообещали передать электронной версии тоже эти фотографии, поэтому что нам будет интересно, что ты должен видеть всю историю. Вы по всему миру собираете такие кусочки, да? Ну, у нас очень много, во-первых, фототеки, фотографий или левитации было, так как с 90-го года, когда уже хоть что-то открылось больше, начало, ну, то есть ему многие люди присылали историю своей семьи. и вот это тоже, по сути, может быть, экскурсия, когда ты на одном, знаешь, листе с фотографией видишь историю всей семьи, как они жили, что еврейские семьи, они были такие многочисленные, там было четверо-пятеро детей. А что это за место, вот куда мы подошли? В конце января мы надеемся сделать такую, будет экспозиционная модель курган памяти. Здесь получается дальше металл и дальше такое покрытие как камушками, по нему можно будет ходить. Специально было просчитано на каком уровне земля, чтобы выйти на тот уровень, каким он был раньше. И будут вот такие экспозиционные модели, чтобы приблизительно видеть. Яры же были вообще 50 метров глубины. в некоторых местах. Где-то будет 6 метров глубины, будет плавный спуск, и можно будет увидеть Баби Яр. Будут такие экспозиционные модели, как люди шли, такой проход, соответственно, они падали, это заказано, вот такие очень будут детально это все сделано, чтобы ты погрузился в эту атмосферу, но, конечно, не в атмосферу ужаса, это будет предусмотрено. И дальше ты выходишь, и ты сейчас современный Баби Яру. Это история, это надо знать. Это история, это надо знать, и когда ты сопереживаешь, это чувствуешь, вот это и живая память. Тогда ты понимаешь, почему в этом месте не должно быть, знаете, сцен. Да. Ну, у нас меня ругали за то, что там была убрана сцена советская, да, вот на этом месте она была. Она была в таком ужасе. То есть вы еще практически ничего не начали, но уже на критику напоролись. Ну, я самого назначения на критику напоролась, что я сюда пришла для того, чтобы все отдать, ничего не сделать. Но на сегодняшний день заповедником сделано очень много. Во-первых, есть сайт, который поменяет заповеднику, это праведники, есть территория, которая безопасная, в нормальном виде. Все эти объекты на сегодняшний день делаются совместно с заповедником. И мы видим, как это место меняется. Когда немцы уходили, те соседние, которые были там в лагерях, то людей приводили сюда. Здесь были печи, здесь сжигали, для того, чтобы не было этих остатков. Когда советская власть решила сравнять это с землей, построить карандаш, да, авангард, то все это было перемешано. Всегда все работы проводятся под археологическим надзором. Но чем вот было уникально, что Геолевитас, когда пришел в это место, он нашел личные вещи погибших. Те, которые были, наверное, неинтересны для ценностей, не привлекали там ни золота, ни что-то еще. Это была Тора, это были скатерти, это были пластинки. И они вот сейчас есть, заповедники, да, заколки, резинки. серебряные ложки. То есть то, что люди брали с собой, потому что они действительно думали, что их вывезут. И по некоторым сведениям, поскольку есть средка рядом, железная дорога, там еще постоянно было гудение, чтобы у людей было чувство, что их вывозят. Но что поезда уходят, да, там, их вывозят. такую вот теорию я тоже слышала. Когда я открыла и увидела такие просто маленькие резинки, заколки, это ты видишь детей, претчи, которые были собраны в Новом Ярославе, в 2006 году учеником седьмого класса, школа номер десяти, Лили Витаса. Когда он сюда приходил, он собрал такие вещи, которые там, штопор, да, соответственно, какая-то лопатка от часов, браслет, резинки. И ты с ужасом понимаешь, ну, сколько это братская могила. Как это диссонирует с теми домами, которые вы мне показывали. Да, это, конечно, наш позор, когда работает тир и построенный дом на костях. Что тебя здесь больше всего впечатлило, поразило? Ну, я думаю, тоже, что и всех. Волосы, инвалидские принадлежности, то есть личные вещи людей. Это душевые для узников. Здесь с 40-х годов даже осталась инструкция для заключенных. Милая такая картинка с котиком. Нарисована, как нужно любить чистоту. Мурашки по коже. Если вначале в Беркинау было 6 тысяч узников, то к моменту освобождения 90 тысяч. Советский диссидент, израильский политик и общественный деятель Натан Шаранский считает, что вывезенные еще в советские времена архивы и Аушвица, и Бабьего Яра нужно возвращать. Важно, что возвращать их к истории. Мы действительно много работаем с архивами, с архивами муниципальными, с архивами государственными, с архивами еврейскими. и мы обращаемся в том числе и к российским властям сотрудничеством в этом вопросе. Поговорим об истории. Как-то вы сказали, если ты не знаешь историю своей страны, ты не знаешь будущего истории своей страны. Может, потому что я историк, я закончил исторический факультет. А освобождались, что украинцы? Ну, первый украинский фронт, да, ну, это фронт, ну, видите, это тяжело сказать, что только украинцы. Зато у нас есть спор даже с российской стороны. Да, есть такой спор, да. Когда в Советском Союзе затрагивалась тема Освенцима, говорили так, освобождала Красная Армия. Но ведь у освободителей есть имена. И ведь важно об этом не забывать, несмотря ни на какую советскую пропаганду. И помнить Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первым пробил въездные ворота Аушвица, всех солдат ударного батальона 100-та Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтовчанина еврейского происхождения Анатолия Шапира. И вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь. Да, я считаю, что да. Они считали себя украинцами. Даже в Советской Армии они считали себя украинцами. Я был в Советской Армии. Я тоже считал себя украинцами и не советским человеком. Кроме этого, есть просто тоже места, где похоронены украинцы, которые были в Советской Армии и остались здесь на Советских мемориалах. Ваше личное впечатление об этом месте? Ну, трагедия. Очень большая трагедия. Не должно такого повториться. Очень ну не могу понять, как человек мог создать что-то такое, чтобы уничтожать людей, уничтожать человека. Меня еще поразило, что после того, как освободили этот лагерь, потом этот лагерь советские, ну, большевистские власти использовали в своих целях. Ну, тем более, да. Вот. Ну, это уже нацистские и советские режимы, да. В общем, это такой же подход, там, сталинский подход, авторитарный режим, который не разрешает людям нормально чувствовать себя свободным. И они боятся этих. Украинцы очень свободны. Да, очень свободны. Нужно поэтому их держать, заперти, чтобы они ничего не сделали. Поэтому такие режимы, к сожалению, это используют. Но мы должны учить уроки и не допускать подобных. У нас остались в бельце короткие вопросы, короткие ответы. Когда о Бабе-Имьяре будет знать весь мир? Все зависит уже от нас. Когда мы сделаем это место такого мирового уровня и будем к нему так относиться. Почему это важно для государства Украины и для нас, украинцев? Потому что это наша история. Если мы ее не знаем, мы дальше не имеем свою историю. И потому что Украина, как было сказано, ведражая свою дружавность. То есть не 30 лет. Если ты это делаешь, то ты, соответственно, должен вот такие места памяти не забывать, а возрождать. А как помнить? Вот как детям об этом говорить? Взрослым? Рассказывать. Читать воспоминания. Можно не все самые ужасные истории рассказывать. но водительные инсталляции, смотреть небольшие такие фильмы, как то же самое Куреневская трагедия, когда я сейчас вижу вот эти монокуляры и столько детей подходят, и они смотрят 4 минуты, как это произошло. Им тогда интересно, а не дальше смотрят другие фильмы или литературу. То есть не говорить о том, что все, здесь братская могила, здесь все было плохо, и, соответственно, мы должны забыть, да? А приходить и объяснять эту историю, все это, люди жили, да? Был такой момент, да? Вот ты можешь прочитать больше, ты можешь помолиться, вспомнить об этом. Спасибо, дай Бог, что все получилось. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова